В республике обсуждают в послании Егора Борисова госсобранию Илтумен. В числе основных тем, затронутых главой в тексте обращения, вопросы бюджетной политики, переход на проектное управление, развитие собственного местного производства, также занятость населения. Из Хангаласского района передает наш корреспондент Виолетта Засимова. Так получилось, что в настоящее время трудовые ресурсы в республике и в целом по стране сосредоточены неравномерно. Если в одном регионе высокие показатели по безработице, то в другом недостаток квалифицированных кадров. Для разрешения данной проблемы в Якутии начала действовать подпрограмма стимулирования мобильности граждан в республике Саха-Якутия. Теперь жители районов, желающие трудоустроиться в других уголках республики по специальности, могут рассчитывать на финансовую поддержку в первые три месяца работы. Это касается как и людей, устраивающихся на постоянную основу, так и вахтовым методом. Отдельным направлением идут молодые специалисты. Основной вектор – это направление граждан из сельских районов, промышленных районов. Мирный, Нерингре, Алданский район, Кабяйский район. Вот эти районы у нас промышленные районы. В Хангаласском и Сунтарском улусах 2017 год пройдет под эгидой труда. Но если в Сунтарах усиленной борьбе с безработицей посвятят один год, то в Хангаласском районе решили взяться за проблему основательно и объявили пятилетку труда. Согласно последним данным, доля фактически безработных граждан в районе составляет около 20% от общей численности населения, что носит весьма критический характер. В своем послании Илдархан одними способов повышения занятости населения назвал также обучение основам предпринимательства, приоритете развития местного производства, выпуск собственной продукции под брендом, сделанном в Якутии. Это является не только верным шансом снизить безработицу до минимальных значений и повысить доходность населения, но и уже утвержденной генеральной линией социально-экономической политики республики.